Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с вами. Так он позамкнул, оборачивается ко мне и говорит, девушка, если бы моя жена готовила так, как... Хорош, хорош уже рассказывать мне, как ты хочешь мне, у меня своих мотов. Скажешь, что же ваш жена с никого? О, спи спокойно, дорогой мотовый. Ой, прелесть какая. Ну так давай, как? Вперед, отписывай. Никого нет дома. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. Ну, а посмотри, кто тут такой чистюля. Это под ноги смотришь. Следи, кто-то убирать. Кто будет? Сознание военных, но в лес. Сознание! Сознание! Ну, я же просил тебя никуда не отходить. По договору, что станции будут так же совместно действовать. Из хорошего автомата, считай, нету солдата. Подари себе пистолет, заставь себя уважать. Опять наш раунд. Давай, давай, скотина пьяная. А, Итем, слышал, ты в канаван записался? Ну, удачи тебе! Ты че, Артем? Ты че, блин, кто-нибудь с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну, прибарахлись как следует. Сколько можно снять? Прикит, Артем. Так что у нас с этим новичком. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, вводим в воинской службе. Стреляй и пригибай. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить на Ветховее? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой, Москва. И нас тоже склонят. И путь. Земля достанется туда. И мы с вами виноваты. Все, готово. Теперь опускай. Спишься? Каравану присоединяйся. Слышь, да дай мне хоть отдышаться-то. Работай сам, без перекура. Артем! Сюда! Честь имей. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Благодаряй. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение... По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите. Не вопрос. На Зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни. Удачи вдвойне. Ну, мужики... Поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. Не опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал от чему всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвезти Хандера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в холле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или весеннее, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай оборота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему и не понравилось мне совсем. Поосторожнее там. Ничего, мы на трезине. Не вооружены. Все будет хорошо. Проклятие. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот туннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Намчим нас до рискает в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними? Ты что? Не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? За что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой сыной... Убери! Артем! bau! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...